Осторожно, двери открываются. В селе Курманка дачница сломала ногу, спускаясь с электрички. Оказалось, перрон на местной железнодорожной станции укоротили после реконструкции. И теперь он рассчитан всего на два вагона. Неудачно спрыгнув на несуществующий перрон, пассажирка получила перелом берцовой кости и больничный на два месяца. Кто возместит пенсионерке сорванный дачный сезон, попытался выяснить Игорь Бонгин. А спускаться тут уже никак не получается. Вот я вот так поднимаюсь, за эту самую, держусь. Даже чтобы просто встать с кровати, Валентине Ильинишне нужно очень постараться. Уже два месяца женщина передвигается на ходунках и сидит дома. Однушку в жизни, говорит, ей подставили железнодорожники. Пенсионерка сломала ногу, когда выходила из электрички на станции Курманка. Двери перед ней открылись там, где платформа уже закончилась. Пришлось прыгать. Я не поняла, что сломано-то. Я же не поняла, я еще сгорячат. Меня еще вытаскивали пассажиры ведь оттуда. У меня ноги почти возле рельсов оказались, потому что, ну спуститься я же не дюймовочка, что прыгнула и поскакала. Лето у меня исчезло. Ремонт приостановлен. Пенсию получить не могу. На почту сходить надо. Мне не это. С внукови. Мне надо было заниматься внуками на каникулы. За внуками ей теперь не угнаться. Врачи диагностировали у пациентки оскольчатый перелом берцовой кости, травму мениска и хряща. Позмещать расходы на лечение в управлении дороги отказались. Мол, о трудностях, которые подстерегают пассажиров на перроне, их предупреждают заранее. При отправлении с остановочных пунктов и станции, предшествующим остановочным пунктам, полезной длиной менее длины электропоезда, а также при подъезде к данным остановочным пунктам, производится оповещение пассажиров по внутрисалонной громкоговорящей связи о необходимости совершения высадки через первые вагоны электропоезда. Однако внук Валентина Ильинична не поленился и проехал тем же маршрутом, что и бабушка. О короткой платформе в поезде не звучит ни слова. В длину перрон можно измерить шагами, и его хватает только на три вагона. В день здесь останавливается минимум девять электричек. И так уже несколько лет до этой станции у железнодорожников руки не доходят. Длина платформы резко сократилась после того, как станцию отремонтировали, рассказывают местные. Рисковать здоровьем им приходится каждый день. Ведь когда поезд подходит к перрону, добежать до безопасного выхода уже нельзя. Время остановки всего две минуты. А если, не дай бог, из последнего выходишь и вот здесь вот слезаешь, то можно и руку, и ногу, и шею. Ну, значит, так и будешь прыгать, как бы. Надо продлить бы вот так же хотя бы. Вот и все. Было же вот до сюда хотя бы. Да, было удобно. Эти неудобства временные, сообщили в СВЖД. Как только закончится реконструкция путей на этом участке, платформу планируют реконструировать. Но Валентина Полянская долго ждать не собирается. Хочет судиться с дорожниками. Вот только гипс снимет. За испорченные месяцы лета она намерена добиваться компенсации. Игорь Бонгин, Ирина Шитько, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга. Главные новости Екатеринбурга.